которые действительны как для евреев, так и неевреев. И мы говорили, что 10 заповедей являются основой, которую приняли как евреи, так и неевреи, верующие в Ишуа Мессия. Поэтому для нас очень важно разбирать 10 заповедей, и, к сожалению, слишком подробно я их разобрать не смогу, это только у нас некоторые наметки, но они имеют очень важное практическое значение и по сей день. И следующая заповедь, которую мы разбираем, посчитай отца и мать, чтобы продлились твои дни жизни на земле. Видите, очень интересно, что и в новом земле отмечено, что эта заповедь, обычно просто заповедь делай, не делай. Здесь говорится о конкретной связи с твоей собственной жизнью. Потому что если ты будешь делать так, то Бог обещает, что Он продлит твои дни жизни на земле. Поэтому говорят, что это с заповедь, с обетованием. И видите, как получается? Почитай отца и мать, это будет кибут АВМ. Кибут Кавот, да? Мы говорили, Кавот означает почтение. Да. Почтение отца и матери, это кибут АВ, это что? Отец ВМ, М это что? Отец ВМ, М это мать, АВ, Отец, АВА, это что? АВА, ПАПА, да? Поэтому говорят, ПАП, а АБАОЧИ, это именно ПАПА. ПАПА ОЧИ, кибут ОВМ. Видите, корень кибут Кавот. Слово Кавот, оно имеет несколько значений в иврите. Кавот может быть как орган печень, да? Вот, как слава Кавот, и, значит, вы говорите на ашкинанском диалекте. Я опять-таки говорю на сифарском диалекте. Хорошо, Кавот это может быть орган печень, это может быть слава, и это может быть тяжесть. То есть, бремя славы, да? Кавот Шахайвод, бремя славы. И есть интересное такое размышление о Мэлех, да? Знаете, Мэлех, царь, это он имеет мох, мох, у него на первом месте должен что быть? Разум, да? Вот, Лев, это что? Сердце, да? И Мэлех, Кавот, это царская слава, царское именно почтение, то есть, то, чего требует царь. Если кто-то, занимая место, требует прежде всего почтения к себе, значит, все идет наоборот, да? Помните, был Ламех, у которого было на месте первое что? Лев, Лев, сердце. И что он сделал? Он совершил убийство, потому что у него было сердце, эмоции стояли на первом месте. Удивительная вещь. Я когда, знаете, здесь выражение Дзержинского, Дзержинский, я думаю, тоже имел еврейские корни. По крайней мере, что у чекиста должна быть, что, значит, чистые руки, да? Да. Холодное сердце. Нет, чистые руки, горячее сердце и холодная голова, да? Холодный ум. Да. Значит, должен быть карм, холодный. Мозг, то есть, что значит холодный, это также еще означает расчетливый. Холодный означает также еще расчетливый. То есть, ум должен быть какой? Расчетливый. Сердце какое должно быть? Знаете, что в Талмуде написано? Лев-эш. И там есть интересное рассуждение. Лев-эш означает пламенное сердце. А теплое, горячее сердце – лев-хам. Вот у хама было сердце, которое возжигало его что? Эмоции, да? И поэтому он был хам. А лев-эш должно быть, да, какое? Именно пламенное сердце, да. И руки должны быть, ядей. Какие? Да, чистые. Тамим. Там чистый, совершенный. Чистый, совершенный. Еще когда мы говорим «кавод» – уважение, уважение, почтение. То есть, родителям какое мы должны давать почтение? Такое же, как царю. И Тора говорит о том, о чем? Что если человек не уважает родителей, он не уважает Бога. Если человек не уважает родителей, он не уважает Бога. Потому что Богу мы тоже воздаем что? Кавод. Славу, почтение. Смотрите, корень «кав». Мы уже говорили об этом корне. Что он означает? Направление движения, сосредоточения. Помните, Кавказ, например. Кавказ – это хазарская граница. Направление движения хазар. Крым – страна караива. Помните, мы говорили «масс кав» – налоговая инспекция. Это направление, куда что идут налоги, сосредотачиваются. И есть еще такое слово «кавана». Помните, мы тоже его разбирали. Означало сосредоточение. То есть, внимание наше, сосредоточение, почтение должно быть кому? К отцу и матери. Но когда мы еще говорим об отце и матери, есть еще широкое понимание этой заповеди. Потому что «арим» – родители – означает также наставники, учителя. То есть, наше отношение к отцу и матери – такое же, как отношение к Богу. Вы знаете, что часто у человека, у которого есть проблемы с отцом, есть проблемы и с отцом небесным. С принятием небесного отца. И человек, который не послушен своим наставникам и учителям, он такой же самый, как и послушный Богу или непослушный родителям. И когда говорят, что тот, кто злословит отца и мать, или проклинается отца и мать, мы говорили «калаль», тот смертью умрет. Когда мы говорили о проклятиях, помните, мы говорили «коль» – это голос. «Калаль» – это тот, кто голосом проклинает, или «голосочек», «голосок», потому что последнее, когда повторяется, буквально «голосок», «молва». И так, тот, кто проклинает родителей, это не только значит «я тебя, мама, проклинаю», да, а даже говорит о родителях плохо, он что подлежит? Подлежит смерти. Такой же самой смерти через побивание камнями, как и прелюбодеяние, да, и такой же самой смерти, как и хула на Бога. Но, правда, говорят, что ни разу такой закон не был применен, но вы знаете, что есть такой закон, что отец и мать могут сказать, да, этот ребенок пьет, кстати, обжорством занимается, это грех тоже, который доказывается смертью, потворы, хотя много говорят, допустим, о пьянстве в церквях, но мало говорят об обжорстве, да, вот, то есть поедает вместо того, чтобы накормить родителей, то, что предназначено для родителей, да, и этот человек что должен делать? Должны его побить камнями. Вот, и значит, словит отца, имеется в виду слово «калаль». Еще, видите, «каль», «каль» означает «коль» – голос, а «каль» – то же самое слово, только разные голосовки, означает «легкий». Да? Отсюда «мишкаль», вес, отсюда «шекель», вот, «звешен». Он, помните, некто был взвешен и найден что? Очень легким. «Каль». Поэтому тот, кто говорит о родителях, что я бы и сам этого добился, чего дали мне отец и мать, делает их легкими. И таким же образом тоже подлежит чему? Смерти, да? Ну, милость Господня велика, я еще раз говорю, что этот закон, по традиции говорится, не был ни разу, применен, однако он существует. Видите, как интересно получается. Вот это то, что мы говорим в теории эволюции, вот это то, что придумали деятели, которые жили в 18 веке во Франции, Вахтер, Руссо, а потом Дарвин, хотя Дарвин был верующим, и он не говорил об эволюции человека от обезьяны. Дарвин об этом не говорил. Дарвин говорил о теории изменения видов. Просто изменения видов действительно происходят, но оно заранее генетически запланировано. И вот представьте себе, знаете, сначала был такой вот человек, он выпрямлялся, выпрямлялся. Ну, я вам говорю, что это, this is a bread of C.W. C.B., как говорят наши друзья-американцы, да? Вот даже последние исследования показали, что австралопитеки, оказывается, одновременно существовали с неандертальцами. А неандертальцы вообще не были таким вот, они были скрюченными, да, действительно. Но знаете почему? Потому что они жили в пещерах без отопления, без каминов. И у них был полиартрит, и они действительно были скрючены. Но это вовсе не были они такими вот обезьянообразными, как их изображают. У них действительно были крупные надбровные дуги, и это было связано с развитием лобных пазух, необходимых для того, чтобы обогревать воздух в условиях мерзлоты. Вот, в действительности современный человек, он даже деградировал. Кроманьонцы считают, они более-большие по размеру, выше ростом, у них было больше мозга. А кроманьонцы с неандертальцами вместе скрестились, и получился современный человек. Я лишь у неандертальцев в Одессе так почти каждый день вижу. Если вы присмотритесь, то это не проблема. Неандертальцы вовсе не вымерли, это одна из рас человека современного. Так что, а что касается этих пяти контропов, то, знаете, часто делали так. Представляли челюсть обезьяны к черепу какого-то там терубытного человека, и говорили, что нашли нового. Разновидность. Так вот был пилт сдаунский такой был человек и так далее. То есть нету, нету такой эволюции. Абсолютно нету никакой эволюции. Сам человек – это есть то, что показывает против эволюции. Потому что мозг человека сейчас используется, вы знаете, только на несколько процентов, на 4%. И вот это показывает, что происходит деградация. Не происходит развитие снизу вверх от низшего к высшему. Может быть, в смысле покорения сил природы, разума и так далее, это и есть. Но если вот посмотреть в смысле этических ценностей, того, что действительно происходит в современном мире. Ну вот я могу сравнить, что происходило в 60-е годы, допустим, лет 40 назад. И могу, я еще помню эти времена, я могу вам точно сказать, что происходит моральная и этическая деградация человечества. И мы видим, что с распадом Советского Союза у нас этот процесс пошел намного быстрее. Даже наше образование советское, оно было намного выше, чем современное американское образование, которое вводят сейчас вот у нас. Так Задорнов шутил на своем концерте. Говорит, я взял один современный учебник и, говорит, сидело на воде три воробья. Два воробья улетело, один остался. Сколько осталось воробьев? Понимаете, учебник для идиотов. Потому что воробьи на воде не сидят. Я не знаю, что там было в оригинале переведено с американского учебника. Может, там не воробьи, а какие-то другие были птицы. Но это доходит до бреда, да? И наши, знаете, иммигранты, вот эти дети иммигрантов, которые приспосабливаются в Соединенных Штатах Америки, они составляют там интеллектуальную элиту. Поэтому образование у нас всегда было намного выше и намного лучше, чем в других странах. Но сейчас происходит деградация. И вовсе не подъем вверх. То же мы видим и в культуре. И действительно, в последнее время об этом написано. В Новом Завете какие люди будут хорошие, умные, добрые, да? Вот некоторые думали, что цивилизация делает человека добрее. Но вы знаете, что Гитлер и его власть показала действительно, что человек не становится добрее, да? Наоборот, человек становится все хуже и хуже. И сейчас тоже происходит и сохраняется рабство. И в любом случае, где человек может угнетать другого человека, он это делает. И никакие высшие этические соображения этому не помогают. Но вот это понимание, что дети выше, умнее родителей, приводит к разрушению связи поколений. Вы знаете, что молодые люди часто считают своих родителей какими-то отсталыми, дикими, непонятными, несообразительными, тупыми и так далее. В еврейской традиции этого не было. Ну, сейчас, естественно, и евреи живут в такой ситуации. Я вам прочту такую историю. Известный Равин летел в Боинге из Соединенных Штатов в Израиль. Рядом с ним сидел профессор весьма респектабельного вида и с удивлением наблюдал, как сын Равина, занимавший место в другом ряду, постоянно подходит к отцу, то принесет воды, то подаст книгу, то заботливо поправит на нем галстук. И при этом каждый раз спрашивает, папа, у тебя все в порядке, тебе еще что-нибудь нужно? Наконец, профессор не выдержал. Просто невероятно! Как вам удалось добиться такого почтительного отношения к себе? Спросил он Равина. Меня тоже уважает администрация университета, коллеги, студенты, но только не мои собственные дети. Для них я отживший экспонат. Они меня просто не замечают. Об уважении говорить нечего. Равин улыбнулся и тихо ответил. Все очень просто. Наша традиция учит, что каждое предыдущее поколение стоит на одну духовную ступеньку выше последующего, поскольку оно ближе к дарованию Торы. А по теориям приметенных в современной науке, человек произошел от обезьяны. Значит, предыдущее поколение ближе к обезьяне, чем последующее. Что же вы хотите? Да? Все люди произошли от обезьяны, только евреи произошли от Авраама. Поэтому у евреев совершенно другое отношение к этому. Хорошо. Видите, а что учит Новый Завет? Что учит Ишуа? Ну, ученик выше учителя или нет? Нет? Мы верим тому, что говорит Ишуа? Ученик может больше получить знаний, больше интеллектуальных различных, но действительно по отношению к Торе он не может быть выше своего учителя. То есть, каждое последующее поколение, оно медленно деградирует до тех пор, пока не придет Мошея, и мир этот не будет исправлен. Потому что все в этом мире стремится к разрушению. Согласны? Ну, это не значит, что вы такие вот плохие по отношению ко мною. Можете поверить, ваши детей будут еще хуже. Но это не я придумал, правда? Библия говорит то же самое. То есть, светская молодежь изначально ориентирована на прогресс и отрицание пережитков. Она революционна. Кто был самым первым революционером? Дьявол. И всякие революции, они от кого? От Бога. От дьявола, правда? Вот смотрите. Там, где был такой великий прогресс, французская революция свершилась. И что делалось? Много людей погибло, да? В то время, там, где люди искали Бога, где развивалось протестанство, видите, Англия, она сравнительно безболезненно перешла в новую эру, да? У них там тоже была небольшая революция Хромвеля. Но в то время, когда были такие вот тяжелые революции 19 века, весь 19 век потрясался революциями. Но потом Россия начала потрясать своими революциями. Действительно, Англия довольно мирно вступила. Почему? Потому что там было много божьих людей, которые молились за свою страну. И мы должны молиться за свою страну. И вот эта преемственность поколений разрывается. Новое, значит, лучшее. И оно всегда предпочтительнее старого, даже проверенного временем. Кстати, Ишуа говорит, какое вино лучше? Старое вино лучше, правда? Вот. Там говорится притча о новом вине. Кстати, еще вот это знаменитое «Лучше меньше, лучше» Ленина, это тоже взятое из рассуждений о всесуде и его суде живу, которое содержится в Талмуде. Не знаю, где эти притчи Ленин брал. Возможно, своего там дедушку Иравина. Не знаю. Возможно. Хорошо. Тора не отрицает прогресс. Но есть знание и есть мудрость. Помните, я еще раз говорил. Знание позволяет сделать нож острее, может, нержавеющим и так далее. Но мудрость – это то, что не позволит этим ножом убить другого человека. Правда? То есть, есть знание и есть мудрость. Знания откуда идут? От человека. А мудрость идет откуда? От Бога. И начало мудрости что? Страх Божий. Весь ера. Страх, уважение. Да? Уважение – это тоже синонимы в еврике. Хорошо. Прогресс без мудрости саморазрушительный. Например, человек научился получать атомную энергию. Но чтобы разумно ей пользоваться, он должен опираться на мудрость поколений, заложивших более трех тысяч лет назад моральный фундамент. Современное общество – это общество потребителей. Если человек всю жизнь прожил потребителем и не накопил мудрости, и не берег, и не передал ее дальше, то дети его рано или поздно скажут – ты 70 лет прожигал жизни, подвинься, отец, уступи место. О каком уважении здесь может идти речь? Да. Между прочим, смотрите, Ешо, когда он умер, сколько ему было лет? 30. А как он предстал перед Иоанном в Откровении Иоанна? Как молодой, красивый, сильный, крутой, с такими вот накаченными мужецами, да? Или как пожилой человек, ветхий днями. Ветхий – это значит, опять-таки, русское слово не очень хорошее. Ветхий – значит, это что-то такое. Что выкинуть надо, да? Но он как старый человек. Почему-то не сказали старый, уважаемый человек, да? Ветхий днями. Ну, хорошо. Это вопросы перевода. И говорят, почитайте родителей, а еще говорят, бойся родителей, да? Есть такой вариант прочтения? Да, бойся отца, да? И мать. Значит, или жена должна бояться своего мужа, да? Чтобы вы поняли, что в данном случае не говорится о таком страхе, о котором мы говорили, четыре типа страха, который не от Бога. Здесь идет как раз именно о Божьем страхе. Детям присуще с большим трепетом и страхом относиться к отцу, большим трепетом и страхом относиться к отцу, нежели к матери. Но зато они испытывают больше уважения и любви к матери, которая ближе к их повседневным нуждам, чем к отцу. Вот поэтому дети боятся отца и уважают мать. Зная это, Тора повелевает в обратном порядке. Уважая отца и бойся мать. То есть, она заповедует не очевидные естественные вещи, а лишь то, что дается с трудом, чего надо добиваться, минуя препятствия. Что означает бойтесь? Бойтесь – это означает элемент запрещения. То есть, не делай заповедь, не бойся означает, не делай родителям ничего плохого. Как говорит об этом еврейская традиция? Рамбам говорит. Даже если возьмут отец и мать его кошелек с золотом и на его глазах выбросят море, не может возразить им, показать, что расстроился, а тем более нельзя разневаться на них. Ну, у нас обычно приходит ребенок – батька хороший. Да? Как свадьба в Маленовке. Помните? Батька хороший. А тут даже если родители выбросят, все девочки, сына, то он ничего не может возразить. Пусть примет случившееся с молчаливой покорностью. А что понимается под страхом перед родителем? Даже если он, одевшись в дорогие одежды, сидит во главе общины и приходят его отец и мать и рвут на нем платье, бьют по лицу и плюют на него при всех, даже тогда он не поносит их, а молчит, убоявшись Всевышнего, повелевшего читать родителей. Если все эти страдания даже в большей степени доставят ему земной царь, он смолчит и примет безропотно. Тем более надо принять их от того, кто создал мир. Бог создал мир. Каждый человек – это частица этого мира. И иудаизм учит нас, что каждый человек – это целый мир. И если Бог создал мир, в смысле Вселенная, то кто создал наш мир? Нас. А я думаю, отец и мать. Тоже к этому руку приложили. Ну, может, не руку, но приложили. Знаете, такой еврейская система мышления, да? Сколько будет один плюс один? Говорит, один плюс один – не знаю. А один плюс одна – будут, скорее всего, трое. Да? Хорошо. Почитать родителей – это значит, в первую очередь, уважать и считать их важными, достойными людьми. Причем, даже если другие так не считают. Если ваш отец – пьяница или бомж, то, в принципе, не может ваш отец быть бомжем, если вы нормальный сын, да? Ну, есть люди, которым нравится вести такой образ жизни. Правда? Вы не должны их стесняться. Часто так бывает. Родители из деревни приезжают где-то в город своим детям, да? И дети начинают их стесняться. Перед обществом даже студенты, бывает, тоже стесняются своих родителей. Такого не должно быть. И дело в том, что в особенности эта проблема происходит в иммиграции. Я опять-таки говорю сейчас о конкретном применении Торы, да? Если вы едете, например, в Америку или в Израиль вместе со своими детьми, как вы думаете, кто быстрее освоится в этой стране? Дети, да? То есть дети быстрее создаются гражданами этой страны, и родители, и дети меняются местами. Вместо того, чтобы учить детей, родители сами становятся учениками. Получается противоречие. С одной стороны, дети чувствуют свое превосходство в семье, но с другой стороны, они нередко испытывают подсознательную обиду на своих незадачливых предков, от которых не могут унаследовать достойное место в обществе. Более того, неустроенные родители нередко попадают в материальную зависимость от своих детей. В результате сын или дочь нередко теряют уважение к родителям. Между тем, Тора однозначно требует. Даже если твой отец и мать неуважаемы в обществе, ты все равно обязан их уважать и почитать. Даже не говорится любить их, любить родителей несложно и биологически естественно, а уважать и почитать. Я говорил, бояться и почитать в данном случае синонимы, да? Именно уважайте, это требует определенных усилий. Причем уважайте неформально, а всерьез, искренне и при любых обстоятельствах. В Израиле эту черту уважения к родителям лучше всего прививает именно религиозной школы. Но все это почтение и уважение закладывается самим родителям. Вот скажем, как можно это делать. Допустим, ребенок не хочет слушаться родителей. И мать говорит, представь себе, сынок, что мама просит собрать игрушки перед сном. Ты устал, тебе не хочется. Как ты ей ответишь? За правильный ответ ребенок получает награду. Со временем у него вырабатывается правильная реакция на трудную ситуацию. Он не сорвется, не нагрубит. Грубость будет ниже его достоинства. А если он и допустит срыв, то быстро признает свою непроводу. Такое игровое воспитание не только эффективно, но и психологически оправданно. Оно не приучает детей скрывать свои чувства, а лишь помогает им выражать в доступной форме, для себя в адекватной форме морали, то, что необходимо им делать. Никакой в случае не должна быть фамильярности и понебратства. Вы знаете, вот в украинском языке, например, родители говорят как? Вы, папа. Вы, мама. Есть во французском языке такое вот. Тоже, когда если вы смотрите французские фильмы про мушкетеров, так там к родителям почтительно относятся. Ну, у нас, конечно, это считается старомодные правила. В Советском Союзе принцип равноправия толковался весьма оригинально. Люди с детства усваивали такую нехитрую мораль. Что я тебе, уборщица? Или, скажем, я тебе ничем не обязан. То есть, сильный человек никому ничего не подавал, ему подавали. И для меня очень страшно, что в некоторых харизматических церквях воспитывают таких крутых, понимаете, верующих. Крутой верующий – это нонсенс. Верующий – смиренный. Смирение воспринимается в нашем обществе как слабость. Но я вам скажу, что смирение – это очень, действительно, величайшая мудрость. Я вот сейчас смотрю, просто скачал с интернета, уже 10 серий скачал, не знаю, больше их есть идиот. И для меня это… Я когда-то, я не помню, или читал, или смотрел старый фильм, но для меня сейчас вот этот фильм очень большое оказывал влияние. Я смотрю, вот этот Лев Мышкин, Лев Лева, кстати, да, которого все считали идиотом, но он, в действительности, высказывает такие интересные мысли, и вот так он, интересно, говорит о Боге, о сущности жизни, о сущности отношений. У него такое есть мудрое пророчество, которое, действительно, это был бы замечательный человек для любой церкви. Вот, но в этом мире он идиот. Итак, какими мы хотим быть? Крутыми? И это поощряется в мире. Или идиотами? Да? Вот, мы юродивые. Павел сказал, мы идиоты. Юродивый означает идиот. Правда? Мы юродивые для этого мира. Поэтому для меня вот такой крутой верующий – это страшно. Знаете, если бы Иешуа пришел в современные некоторые церкви, он бы чувствовал очень неуютно. Иешуа не разъезжал на Мерседезе, и там не стояли, знаешь, Иоанн и Павел такие мордовороты в черном, сзади него. Ну, правда, они тоже пытались некоторые гонять. Вот. Но Иешуа им этого не позволял. Да? Он говорил, наоборот, тот, кто из вас хочет быть большим, тот должен быть наименьшим. И все это начинается с чего? С заповеди уважения к родителям. Потому что это начинается с семьи. Семья является основой. И это намного выше, чем даже жертвоприношение. Помните, что Иешуа говорил по этому поводу? Были некоторые люди, которые считали, что к Богу надо относиться лучше, чем к родителям. Поэтому то, что он должен был давать родителю, он говорил, что это посвящается Богу. Помните, что Иешуа говорил по поводу? Но есть два случая. Два случая, которые отец и мать не имеют права настаивать. А дети могут проявить непослушание. И это даже предписано Торой. Например, не слушаться родителей, если они требуют нарушить закон Торы. Речь идет не только о соблюдении Кашрута и Шабата, но и о новробах морали. Ну, например, родители требуют отомстить кому-то за причиненное зло. Тогда не только можно, но и нужно их ослушаться. Но при этом вежливо им сказать. И вот это произошло, когда Иешуа сидел со своими учениками. И вроде бы Иешуа непочтительно отозвался о родителях. Но он сказал, что вот здесь те, которые со мной, они изучают Тору, они ищут Бога. И в таком случае, если, конечно, отец и мать тебе запрещают идти в церковь или в общину, имеешь ты право их непослушаться. Да, имеешь право непослушаться. И второй случай, когда ты имеешь право непослушаться, но опять-таки нужно проявлять мудрость, если родители заставляют тебя жениться. Вот вопросы супружества мы, может быть, будем разбирать еще отдельно. Видите, когда человек, сказано, что он отлепляется отца отца матери, да, и прилепляется к жене. И будут оба одноплодь. И скажите, отец и мать решают, кому прилепляться, кому отлепляться. Это решение лично каждого человека. Ты можешь себе сделать так, что тебе будет рай на этой земле, можешь свою жизнь превратить в ад. Но это твое личное решение. Если родители запрещают, ты имеешь право, ну ты должен, конечно, их послушаться, если это мудро, но ты имеешь право их не послушаться, потому что это твое решение. Тем более, если родители пытаются вмешиваться в семью. Вы знаете, сколько семей было разрушено, да? Из-за того, что родители вмешиваются. Вот это два таких случая, которых Тора предусматривает, устная Тора, не слушаться родителей. И видите, текст пятой заповеди – это обещание долгой жизни. Долгой жизни. Что ты будешь жить в мире и будешь жить как долго. Хорошо. Шестая заповедь. Не убивай. Ну, кажется, очень простая заповедь. Мы не являемся убийцами. Ну, большинство из вас. Кто здесь убийца? О, видите? Есть все-таки. Я лично, я лично, по законам государства не виновен, но я виновен по законам Тора в убийстве двух человек. Да. Что еще бы вы знали? Меня не будут судить, но я являюсь убийцей. И многие из нас. Ну, если уже говорить о том, кто брату своему, ближнему, если вы не понимаете слушателей, то я работал врачом в течение 20 лет. Да. Есть такое понимание эвтаназии. Знаете, помните, я вам рассказывал. Да. Итак, хорошо. Значит, не убивай. Не убивай. Вы помните, мы говорили, что человеческая личность – это отражение Бога, образ и подобие Бога, да? Это та часть Бога, которая живет в этом мире. Поэтому тот, кто убивает человека, он убивает Бога, который заключен в нем. Ну, дойдем ее до обороны. Дойдем. Мы будем… Подождите, не перебивайте. Идет запись. Да? Давайте, введите себя дисциплиной. Потом на перерывы вы скажете все, что вас интересует. Хорошо. Итак. Человек создан по образу и подобию Всевышнего. Поэтому убийство – ничто иное, как дерзкий и открытый бунт против Творца. Сказано в Талмуде. Тот, кто убьет хотя бы одну душу, уничтожит целый мир. Тот, кто спасет хотя бы одну душу, спасет целый мир. И мы говорили, есть ло тирцах. Ло тирцах – заповедь о запрете убийства. Ло ламит алиф тирцах. Это тав, рейш, цади и хэт. Ло тирцах. Значит, если мы говорим об этой заповеди, в русском языке непонятно, кого нельзя убивать, а таракана можно убивать. А почему? Он написан – не убивай. Не сказано – таракана или кого там. Да? Просто не убивай. Но дело в том, что в иврите, словом смерть и убийство, есть очень разные синонимы. Потому что вот в этом отношении евреев убивали, да, сотнями разных способов. И есть, например, если человек просто умер, да, мод или в прошедшее время мат умер. Вот шахмат – это еврейская игра, означает «царь умер», да? Евреи, которые жили в Вавилоне, придумали эту игру. Ну, некоторые говорят, что в Индии, ну, в Индии тоже жили евреи. Царь умер. Но есть еще другие выражения. Например, если человека убили на войне, то говорят «нифаль». Точный перевод, как раз в русском языке, да, как говорят, «пал смертью храбрых». «Нифаль», да, «нафэль», «пал фол» – в английском языке, да, «упасть», «на пол» – в русском, как бы, созвучно, да? Вот скиния, скиния Давида Патше, она называется «Мишкан Давид Нофелет». Нофелет. Кто-то, может, смотрел старый фильм был, где находится Нофелет. Так вот, Нофелет – это Патше, то есть, именно, да, скиния Давида. Если говорят об гибели в результате репрессий, действительно, массовых таких казней, употребляется слово «нара». Видите, там есть разница чтений «гей» и «алиф». «Нара» может означать страшный, ужасный, а в другое написание «нара» означает, например, расстрел. Это действительно страшная, ужасная? Страшная, ужасная казнь. Действительно, это… А здесь называется «тирцах». «Тирцах» – это что? Корень какой? «Роце», да? «Роце» – «Роца», то есть, если человек убил, и как он убил? Сознательно, по своему желанию. Интересно, что в английском языке тоже есть разные. Вот безнравственное преднамеренное убийство, в английском языке я не могу прочесть точно, как оно читается в английском, потому что я как-то… У меня английский плохо доходит, как для некоторых из вас иврит, а у меня наоборот. И написано там «мурдер», как это произносится? «Мурдер», ну, конечно, как мародер по-русски. Да? То есть, это безнравственное убийство. И есть вообще убийство в результате несчастного случая в целях самообороны во время войны или по решению суда. Тогда употребляется английское слово «kill». «Kill». «Killer» отсюда. «K-I-L-L», да? Вот. То есть, есть убийство преднамеренное. И в теории указано, что не совершай преднамеренного убийства. И мы говорили, что есть три случая, да? Три случая, когда убийство или самоубийство разрешается. Первое – это самопожертвование или смерть для просволения имени Всевышнего. Второе – это если происходит самооборона или война. Война – это тоже считается коллективной самообороном. Причем следует различать войну, которая ведется по Божьему соизволению. Но это не значит, что сами люди крестозавцы не вели Божью войну, правда? Когда убивали всех. Есть определенные случаи, когда Бог оговаривает это. И война в результате спасения. Да? Спасения своей страны, например. И третье, мы говорили, это казнь. Итак, война – это и есть коллективная самооборона. И это нормально. Помните, у Луки 3 глава 14 стих. Спрашивали его, то есть, кого? Иоанна. Иоанн жил точно по Торе? Очень точно скрипулезно, правда? Яханан – это не Бензахария, а Бензахария. Да? Яханан Бензахария. Который известен как Яханан Хамадбиль, да? Погружающий. Или Баптист, Джон Баптист. И вот его спрашивали, что нам делать? И сказал он воинам, никого не обижайте, не клещите и довольствуйте своими жалобиями. Новый совет. Иоанн говорит также, что власть имеет право на насилие и на убийство, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Меч носит, наверное, не просто для красоты, правда? Но он Божий слуга, отмститель и наказание делающее злое. Итак, видите, казнь, смертная казнь рассматривается как что? Как месть, отмщение. Если кровь не отмщена, то земля подвергается чему? Проклятию. И всякое убийство должно быть отмщено. Я уже говорил, что не было специальных людей, палачей в Израиле, которые казнили, да? Но казнь осуществляли сами люди. Либо те, которые пострадал, допустим, совершил убийство, если можно, водички, да? И близкий родственник убитого имел право найти, и даже был обязан найти убийцу, и что? И покарать его, да? Вот, это не поощрение кровной мести, это именно указывается то, что это Божья месть. И кто мстителем в данном случае был? Тот, который мстил? Бог был мстителем, да? Это был только исполнителем приговора. Но приговор должен был быть в соответствии с судом. Это не так, захотел, знаете, там, я убил его. Это должно быть соответствующе с судом. И второй случай убийства, когда делали кто? Свидетели, да? Вот, могли побивать камнями многие, но первые должны были просить камень кто? Свидетели. Свидетели, да. Хорошо, вот я выбрал 16 пунктов, если хотите, я просто размышлял над этим вопросом. Что касается солдата. Солдата, исполняющего свой долг. Можете это записать, можете потом записать. Может быть, я быстро буду говорить, потому что... Но я считаю, что это важно. Важно это для нас. Это и есть применение торы. Сейчас, например, служить или не служить в армии, да? Значит, чем отличается от функции палача или садиста? Первое. Солдат выполняет свой долг перед Родиной и обществом. Поэтому в определенных ситуациях он вынужден что? Убивать. Солдат в определенных ситуациях вынужден убивать. Второе. Защита земли, и в частности земли Израиля. Защита своей родной земли. И в особенности это касается земли Израиля. Если нападет Россия на Украину, где будут воевать? На какой стороне? На стороне Украины. Потому что это моя Родина, и я давал присягу Украине. Но есть одна единственная страна в мире, против которой я никогда и ни при каких обстоятельствах воевать не буду. Израиль. И вы знаете, что часть, скорее всего, так и написано в Библии, что Россия и Украина будут воевать против Израиля, и многие другие страны Севера, из Европы, и потерпят страшное поражение. Об этом предсказано. Итак, защита своей земли, и в особенности земли Израиля, это святой долг каждого верующего. Поднять руку на землю Израиля и еврейский народ, это то же, что воевать против Бога. Третье. Все, что делает солдат, он делает не из личных побуждений, а по необходимости. Ну, часто фашистские преступники оправдывают тем, что они выполняли приказ. Человек не должен выполнять преступного приказа, да? Но все равно должен подчиняться властям. Итак, третий момент. Все, что делает солдат, он делает не из личных побуждений, а по необходимости. Четвертое. Солдат не имеет права выполнять преступный приказ. Ну, например, расстреливать пленных или мирное население. Помните, что и в Чечне, и в Афганистане. Афганистане в особенности проклятие, потому что пуштуны, я верю, одно из колен евреев. Да, вы видите, как проклятие, оно пришло на землю России в виде Чечни. И этот вопрос тоже заходит в тупик, и страшные вещи творятся, да. Солдат не имеет права выполнять преступный приказ. Некоторые армии, например, в армии Соединенных Штатов Америки, этому обучают, да? К сожалению, у нас такому не обучают. Какой приказ считать преступным? Да. Пятый пункт. Солдат не должен мстить, не должен иметь ненависти к врагу, понимая, что то, что он делает, жестокая необходимость. Помните, как Д'Артаньян пел? Я убивал, но разве ненавидел, да? То есть, солдат, если нужно, он будет убивать, да? Но ни в коем случае, обычно пропаганда всегда воспитывает ненависть к врагу, правда? Но этому нужно противостоять. Верующий солдат не должен мстить и не должен иметь ненависти к врагу, понимая, что то, что он делает, жестокая необходимость. Если враги сожгли родную хату, убили всю семью, это не значит, что надо приходить к ним и убивать всю семью своего врага, правда? Не должен мстить и не должен иметь ненависти к врагу, да? Не понимать, что? Сатану, это касается сатаны. Я сейчас говорю о солдате. В духовном мире, пожалуйста. В духовном мире, да. Но мы говорим сейчас о солдате, который выполняет свой долг во время войны. Следующее. Шестой пункт. Поверженному и сдавшемуся врагу надо оказать милосердие. Например, перевязать раны, оказать помощь. Объяснить, что ты не имеешь ничего лично против него. И засвидетельствовать ему о Боге. Седьмой пункт. Как вы думаете, евреи и верующие христиане, они должны быть лучшими солдатами или худшими? Лучшими солдатами. Правильно. Евреи и верующие христиане должны быть лучшими солдатами, чтобы быть примером другим. И чтобы не было мотива для обвинения в трусости, лени, бунте, непокорности, либо в нечестности. Восьмой. Очень важный пункт. Они не должны поддаваться на провокации. Я вам скажу, верующего в армии намного тяжелее. Вот мой сын был в армии верующим. Правда, как и у Валентина Романовича, он в конце там сидел при складе. И занимался, как всякий еврей, выдачей, так сказать, инструментов и так далее. Там при строительстве. Но это просто Бог делает. Действительно. Хорошо. Евреи и верующие должны быть лучшими солдатами, чтобы быть примером для других. И они не должны, восьмое, поддаваться провокации. Девятое. Они своей жизнью показывают, что верующий всегда с Богом. И не боится умереть. Но не должны ставить себя или своих товарищей в опасной ситуации. Знаете, если ты не боишься умереть, то это не значит, что ты должен лезть в какое-то место, чтобы других людей поставить в опасную ситуацию. Ты не боишься умереть. Но твой товарищ что? Боится. И это не значит, что ты должен везти своего товарища в какое-то опасное место. Правда? Вот. Дальше. Хорошо. Давайте я пункты перечислю, если можно. Есть там еще ленты, да? Да. Хорошо. Дальше. Они не должны скрывать свое еврейство или вероисповедание, кроме тех случаев, когда это представляет опасность для их жизни. Ну, если ты, например, попал в немецкие какие-то, германские, гитлеровские части, ты должен говорить, что ты еврей. Нет. В остальных случаях не скрывать своего еврейства, кроме тех случаев, когда это представляет опасность для жизни. Ну, например, евреев в этой части бьют. Или верующих избивают. Одиннадцатый пункт. Солдат не должен быть жестоким к другим. На войне приходится быть жестоким. Но эта жестокость должна быть мотивирована. Итак, на войне приходится быть жестоким. Но что жестокость? Должна быть мотивирована. В любом случае, двенадцатый пункт. Если можно не убивать, ну, например, взять врага в плен, то что? Не убивать. В любом случае, если можно не убивать, то не убивать. Тринадцатый пункт. Нужен постоянный строгий контроль за своими поступками и чувство ответственности за них. Потому что за грех несу ответственность я, а не мой командир. Нельзя говорить, что кто-то мне приказал. Нужен постоянный строгий контроль за своими поступками и чувство ответственности за них. За все отвечаю я, а не командир. Четырнадцатый пункт. На войне трудно перейти грань, где необходимость убийства превращается в преступление. Поэтому я считаю, что всякое убийство, в том числе и на войне, оно нуждается в покаянии. То есть солдат должен убивать, когда он должен убивать, да? Но все равно он нуждается в покаянии потом. Иногда бывает случай, пятнадцатый пункт. Нельзя быть добрым, потому что эта доброта приведет к новым преступлениям врага. Помните Саул, в пример, когда он пощадил Агага и родился Аман. Если ты проявишь к врагу доброту и отпустишь его, и он потом будет убивать дальше. Правда? Значит, те случаи бывают, когда нельзя быть добрым. Потому что доброта приводит к новым преступлениям врага. И последний, шестнадцатый пункт. Помни, что по Божьему закону мера за меру. И если ты взял в руки оружие, будь готов к тому, что тебя тоже убьют. Согласны? Даже если ты справедливо взял в руки оружие, будь готов, что тебя тоже убьют. Еще одну минуту. Я просто... Меня как-то попросили, а как должен молиться такой солдат, да? И я вот сочинил небольшую молитву, просто вот так, на листочке. Если хотите, я вам продиктую. Вот если солдат может так молиться. Господи, прости меня, что я вынужден убивать. Я прощаю моих врагов и не имею ненависти к ним. Я вынужден убивать, чтобы не быть самоубитым. Я защищаю свой народ, свою страну и своих близких. Хорошая молитва. Но я говорю, что всякое убийство, в том числе и на войне, нуждаются покаяния, да. Итак, да. Господи, прости меня, что я вынужден убивать. Я прощаю моих врагов и не имею ненависти к ним. Я вынужден убивать, чтобы не быть самому убитым. Я защищаю свой народ, свою страну и своих близких.